в проекте все включено настало время поговорить о деньгах точнее о доходах вечный вопрос особенно характерный для инвесторов новичков сколько же можно заработать на недвижимости скажем в турции людмила туфан делится своим опытом что реально что нет в сегодняшней алании начинаем с того что объясняем реалии рынком то что как бы прибыль годовая в при на стадии строительства если вы покупаете и перепродаете то это 30 процентов они так как вы ожидаете 50 100 рентный доход часто вопрос почему 5 6 7 8 они 10 и 15 недавно была заявка я хочу чтобы 25 процентов окупаемости было мечтать о высоких показателях доходности к сожалению часто просто обманывать себя впрочем надо сделать две поправки во первых что значит высоких а во вторых инвестиционные преимущества не всегда связаны с процентами турцы в первую очередь это стабильность это полная защита ваших прав собственности земельный участок входит в стоимость вы оформляете как собственник это не в каждой стране мира есть есть тенденция к развитию показатели 12 13 18 процентов роста это реальные официальные показатели плюс есть возможность заработать на спросе и на разнице цены когда заходишь в объект на стадии строительства купить а затем перепродать по мнению людмила туфан именно в этом состоит самая перспективная инвестиционная возможность в сегодняшней турции обычно все застройщики мы в том числе выходили на рынок заниженной стоимостью для того чтобы собрать инвесторов частично наши инвестиции частично людей которые покупают покупается в рассрочку соответственно вы в результате по окончанию строительства получите жилье которое на 30 40 процентов дороже чем когда вы покупали сроки когда вы можете получить эту прибыль это как минимум год потому что лучше чтобы здание уже вывелся каркас чтобы было понятно видовые качества планировка чистовая отделка можно купить в течь через год максимум полтора с прибылью 30 35 40 процентов перепродать 30 40 процентов в течение года полтора вы получаете схема понятна и неоригинально похожие цифры можно встретить не только в турции и советы по подбору правильному предложения здесь тоже будут универсальные есть объекта которые вы не сможете перепродать быстро потому что они не настолько популярны настолько выгодное расположение я бы вот что советую не покупать в комплексах где очень много единиц жилья вот если все таки выбирать то это или первая линия что даже если это будет большой комплекс первой линии все хотят или же комплекса с выгодным расположением но не такие огромные чтобы не было там 600 квартир и к и все если бросятся продавать в кризис то естественного вариант того что вы потеряете свои деньги есть такие примеры и в алании в том числе а что же аренда турция мекка туризм и вроде бы недостатка в арендаторах быть не должно но у частного сектора особенно на курортах страны есть могучий конкурент гостиницы поэтому в алании все-таки на стадии строительства всегда было популярней инвестировать здесь реально можно заработать потому что рынок развивается и меняется рентный доход же хороший можно сказать только вот последний год не будем забывать что аренда на курортах то есть аренда посуточная эта возможность заработать со множеством если неважно где в турции испании или на кипре если раньше мы могли в конце года просто подвести баланс для наших клиентов сейчас мы обязаны регистрировать каждого заезжающего с каждого заезжающего платить 18 процентов vds просто под доходный налог вести бухгалтерский учет по каждой квартире вы не представляете насколько это весело соответственно ухаживать за этой квартиры заселять выселять заказывать уборку рентный бизнес в турции если он ведется официально это действительно ну как бы нелегкий труд если вы это делать будете неофициально вы это сделаете до первой проверки с первой проверкой это и штрафы и часто лишение вида на жительство и какие-то тяжбы есть такие примеры в анталии в алании же если вы хотите сдавать сами и официально вы должны открыть частное предпринимательство работать неофициально риск работать официально можно но не очень просто вы должны будете платить каждый месяц декларацию сдали вы в аренду не сдали вы декларацию это платите вы должны будете выписывать при каждом заезде выездить счет фактуру она предоставляется потом налоговую если вы можете все это сделать пожалуйста занимайтесь как бы мы все расскажем покажем но на практике как бы только для одной квартиры открывать частные предпринимательства держать своего бухгалтера это не очень выгодно но все таки если вы хотите зарабатывать именно на аренде на какие объекты тогда стоит обратить внимание если вы хотите получить рентный доход тогда вы должны понимать что то что вам нравится может не пользоваться спросом обычно квартиры которые хорошо сдаются это или комплексы на первой линии или же комплекс ближе к центру к инфраструктуре или же что-то новое красивое с отельный вот этим комфортом сейчас очень много заявок 30 тысяч 35 тысяч квартир и я хочу сдавать в аренду какой будет доход никакой в трешку плохого качества все могут поехать повысился спрос именно на аренду элитного нового хорошего жилья вот именно в таком комплексе с хорошим расположением в центре города или хотя бы близко к пляжу вы можете получить при инвестициях 60 тысяч 65 тысяч евро минимальный летний совместный зимний доход 5000 евро для аренды все-таки хороши очень хороши три района в алании это алания центр это оба где мы находим сейчас и район тосмур тут самая высокая аренда это объясняется тем то что здесь очень хорошие пляжи здесь потрясающие пляжи здесь большая песочная зона в алании центр это заметно пляж клеопатры ради него многие приезжают сюда и здесь составляющая аренды начинается от пяти процентов и выше о чем нельзя забывать сдавая в аренду разумеется об обязательных расходах чем богаче комплекс тем больше постоянные траты не зависящие от того нашли вы постояльцев или нет посмотрите территория большая зеленая за всеми этими растениями нужен уход плюс бассейн есть еще даже закрытая его часть в общем если даже ни одного дня в течение года вы не проживете в собственных апартаментах расходы только на содержание жилого комплекса составит у вас примерно 500 евро но конечно дополнительно придется оплачивать воду и электричество но опять же это в том случае если вы будете здесь проживать ну и в заключении что думает людмила туфан об инвестициях в коммерческую недвижимость алании если у вас нет цели проживания в квартире допустим или в апартаментах есть у нас такие покупатели то вполне возможно вам лучше рассмотреть именно коммерческие помещения это очень ценная единица среди нас местных бизнесменов если ты находишь коммерческое помещение с 15-летней окупаемостью то это очень большая радость поэтому коммерческие площади у нас мало они ценны они дорогими считаются не так часто встречаются и стандартный рент на рентный доход это 5-6 процентов всем инвестиции обычно не главная цель покупателей турецкой недвижимости но поскольку все больше людей связывают свою жизнь с этой теплой страной зарабатывать здесь с помощью недвижимости реально конечно если есть начальный капитал ну для жилой конечно можно и тысяч пятьдесят евро вложить очень выгодно и стабильно в летний сезон сдавать в коммерческих помещениях конечно что-то более-менее хорошее как минимум сто тысяч евро